Егор Васильков, игрок Астрогино. Расскажите, как впечатление о матче? Что получилось, что не получилось? Ничего не получилось. Ужасный матч в нашем исполнении. Причины какие-то можете назвать? Просто проигранные единоборства. Тренера нам давали правильные установки, просто мы их не выполнили. Это полностью поражение лежит на вине игроков. Вина игроков полностью. Как-то будете работать над ошибками? Что вас ожидает? Плодотворная работа над ошибками в межсезонье. Больше других выходов я не вижу. Хорошо, не будем больше вас морозить. Спасибо. Удачи в следующих играх. Автор покера Кирилл Николаев с нами сейчас на поле. Кирилл, какие впечатления от игры у вас? Положительная первая победа в сезоне. А ваш личный результат сегодня как вам вообще? Впервые так получилось забить 4 мяча. До этого только 2 забил. Скромно так. Какой у вас вообще был настрой на игру? Какой план был? Активное начало получилось. Забили быстрые голы. Первый тайм уже 4-0 был. А во втором надо было добавлять, мне кажется, все равно. Еще забивать. Как праздновать будете? Не знаю. Не знаю еще. Ну, хорошо. Удачи вам тогда. Спасибо. После матча с тренером Шора. Ну, понятно, что довольны своей командой. Ну, что вот особенно можете отметить? Самоотдачу. В первую очередь, чего нам, возможно, не хватало в последних играх. Не смогли концентрироваться полностью. Либо играли первый тайм, как с Чертанова 2-0 ввели во втором. Да. 4 пропустили. Потери концентрации. Сегодня мы смогли не только, так скажем, забить, да, но и сохранить ворота в неприкосновенности. Что хочется сказать про игру в обороне. Сегодня сыграли дисциплинированно. И то, что просили по самодаче, по желанию, вопросов нет. Поэтому, наверное, на хорошей ноте завершили первую часть. А есть над чем работать после этого матча? Или все идеально? Да, перестаньте. Конечно, есть. Потому что, во-первых, мы в зависимости от поля упростили сегодня игру. И мы не планируем, да, так дальше играть. Нужно развивать футболистов в первую очередь. Поэтому мы, так скажем, играли сегодня только на результат. Где-то возможно, да, несмотря на игру. Но, с другой стороны, положительные эмоции, они сейчас нужны. Сейчас мы спокойно будем готовиться, укомплектовываться дальше. И во вторую часть, я уверен, что войдет уже немножко более крепкая и сбалансированная команда. Хорошо, спасибо за результативный матч. Спасибо. Первый вопрос. Что вот главное можно выделить? Что не получилось сегодня на поле? Ну, сегодня не получилось практически ничего. Без настроя выходить на такую игру. Игра была от таких двух команд, которые находятся внизу турнира таблицы. И они стратегическое... Игра имела значение такое стратегическое. Вот. Потому что первую игру мы победили с крупным счетом. Вот. Понятно, ревашинские какие-то настроения у хозяев были. И мы сегодня это почувствовали. Почувствовали. То, чего нам, к сожалению, характера не хватило. Над чем команде стоит особенно поработать в перерыве? Да, по большому счету, над многими компонентами нужно поработать. Кроме характера, понятное дело, в футболе еще имеет значение и технические, и тактические какие-то взаимодействия. Личные какие-то... Личный уровень футбола нужно подтягивать. Поэтому очень много работы предстоит в перерыве. Спасибо. Удачи вам.